Приветствую всех и каждого! Друзья, сегодня смотрим за Ягуаром. 38 фрагов. Конечно же, все они будут сделаны на супер-мега-профессионалах. В одной игре, а не в нескольких. Конечно же, только элитные бойцы, ни одного бота. Короче, все супер-супер-мега круто. Поэтому располагайтесь поудобней, приготовьте вкусняшки. Просто напоминаю про лайки и комментарии. Они очень сильно помогают видосу в продвижении. Ну и, конечно же, совсем небольшая рекламка. И мы сразу же погнали. Ну а спонсором данного видео является компания 1Х. Если вы увлекаетесь спортом и киберспортом и хотите подогреть свой интерес при просмотре матчей, то вам именно к этим ребятам. А по промокоду ИРАКЕС вы сможете получить бонусом аж до 32,5 тысяч рублей. Просто представьте. Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. Всем удачи и спасибо. Ну что же, перед нами, друзья мои, внимание, Ягуар. Месье божественного скилла. Человек, который играет лучше всех на планете. Абсолютно всех. Самый жесткий. Самый дикий. И всегда у него самые бешеные соперники. Так, коммент не успел видеть. Ну, он оказывается долго, но я не читал. Предоставляю это вам. Можете сами прочитать, перевести, написать этот коммент в комменты. И будет весело. Погнали. Посмотрите, как профессионально он доедает оппонента. Получил себе фраги. Тиммейт. Не подсосник. Ни в коем случае. Тиммейт сам фраги не делает, а просто добивает соперников. Но это не потому, что Ягуар ему заплатил, и чтобы он тусовался у него в видосах. Нет, 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 нет. Просто тиммейт как бы медленный. Ну, это... Ягуар великодушен. Он берет к себе в команды, там, людей определенных. И этот чувак, ну, он отстает немножечко. И поэтому долго думает. Вот только сейчас он заметил соперника, когда Ягуар его уже нокнул. И дальше будет убивать. Ну, просто никто не успевает за Ягуаром в этом мире. Ну, никто. Это невозможно. Он делает все слишком быстро. Даже глаз не успеет. Поэтому, ну, куда же теммейт туда. Мы его не порицаем за это, конечно же. Очень быстро убил соперника. Походу, парень не нашел жилет за 7 минут игры. И, конечно же, нужно выбегать в опен. Ну, вот здесь вот тиммейт. Вся надежда на него. Если что, есть реанимация. Но мы видим, что тиммейт обманул соперника. Когда надо, друг поможет. Друг поднимет. Друг переиграет. Ну, здесь как бы красавчик. Молодец. Прислушиваемся к тишине PUBG Mobile. О, ля, как Собакин исполняет. Там прикольно. Тишина вещь редкая. Не часто ее удается услышать в катке. Если ты не лежишь в траве. Как профессионал, естественно. Вы посмотрите турниры. Они там все лежат. Так, тем временем, какой-то Федро умер от Ягуара. Великолепнейшая стрельба. Не промахнулся ни одной пулей. Вообще ни одной. Вы видели? Все летело только в соперника. Ну и здесь парень со скинами топ прокачанного фараона. Выбежал. Получил по щам. Опять же, идеальнейший сквад вайп от Ягуара. Кстати, я не уверен, но по-моему на превьюшке написано соло против сквадов. То есть, получается, Ягуар даже тиммейта за человека не считает. Ну, как бы, если он говорит, что он соло. Логично, да? Вот это, кстати, крутой был выстрел. Прям так. Неплохо бахнул. Ля-ля-ля. Это что за тапы такие? Это что за приклейка прицела? Как же, наверное, долго он тренировался для того, чтобы достичь такого уровня? Для того, чтобы уметь так приклеивать прицел? Вот это я сейчас немножечко не понял. Ладно, приезжаем на починки. 37 лайф. 10. Убито. 11. Гранаты не нужны. Согласен полностью. Гранаты херня. Бежим, убиваем всех с юмпа. Погнали. Выбегать на лестницу в два захода тоже для лохов. И так работает. Вот это вот все. Вот эти вот все, знаете, вот эти вот профессионалы. Это все позерство. На самом деле это ничего не нужно. Ты просто вышел. Вот это вот все, что они, вот этот так называемый скилл, да? Это они просто цену себе набивают, чтобы у них покупали тренировки за большие деньги. На самом деле, нет, на самом деле, что, просто вот так вот по-мужски вышел, пострелял, ушел. Можно даже без оружия, со сковородкой. Вот это вот все, вот эти вот какие-то приколы, зигзаги, гранаты, дропшоты. Так, опять же, вы думаете, это он промахнулся? Он специально стрелял туда в воздух. Там мало кто знает, но это он дезориентировал соперника. Как бы... Если бы он не пострелял в тот воздух, то его бы соперник испортил. И тогда бы всем бы не поздоровилось. Разобрали опять же дуо. По-моему, это, кстати, даже не сквады, а дуо режим. Или нет? Ну, просто что-то все под... Все подло. Но это не важно. Вообще, как... Ну, соло против сквадов с тиммейтом. Ну, не сквады, а дуо. Ну, тихо... Нормально. Не, ну, может быть и сквады. Я здесь так, что пока до конца не уверен. Поехали. Теперь отдает тиммейту должное. Как бы вот его убили. Точнее, он его подресал в начале. Теперь Егор... Сказал, мы квиты. Так что... Все равно бабки заплатят. К сожалению, для тиммейта. Так он ему говорил, я тебя поднял, все. За это, типа... Я тебе не плачу. Егор говорит, нет. Теперь заплатишь. Ну, кстати, прошу заметить. 18 фрагов на топ-23. Это вам не хухры-мухры. Вот, посмотрите. Посмотрите, как жестко он разобрался с этим мега-соперником. Вы что думаете, это бот? Да, конечно же, нет. Это новая тактика монаха в шоу-лине по игре. Это только единицы умеют ее применять сейчас. Чел стоял и впитывал в себя весь урон. Он должен был его аккумулировать обратно. Выстрелить в Ягуара с трехкратной мощью. Но... Просто не успел. Потому что Ягуар слишком быстрый. Он слишком хорош. Дропшотнул. Ну, это так, знаете, просто, чтобы я не обижался. Вот он услышал, что я сказал про дропшоты. Говорит, ну на. Типа, раз ты хотел. Вот, держи. Друзья мои, очко! А то в прошлом видосе я как раз-таки пропустил. Все мне об этом писали. Я... Стараюсь не пропускать, друзья мои. Ни одного очка. Но бывает всякое. Как бы, знаете, главное очко не прошляпить. А пропустил это, ну, не так страшно. Но лучше не пропускать. Поехали. Следующий сквад, который Ягуар, естественно, разберет в соло. Вообще, кстати, был хоть один соперник, который... А, ну да, был. Который по ним стрелял. Вот в начале. Который нокнул. Чекает право-лево. Прислушивается. Присматривается. Так, вот оно. Все. Вот они соперники. Наресалки. Погнали. Выходим. Вышли даже нормально. Опять же, гранаты для лохов. Просто запомните. Это все херня. Вот это вот гранаты. Вот, пожалуйста. Подходишь. Опять же. Половину выстрелов в воздух. Ну, просто это... Это опять же. Не потому, что он промахивается. Ну, понимаете, да? А почему, вы спросите? Потому, что соперник стоял спиной. Ягуар, что, крыса, что ли, вам? В спину его убивать. Он стрелял, как бы, пару предупредительных в воздух. Но соперник сам не повернулся. Он высказал неуважение, как бы. И поэтому был убит. Это вот все не так, как вы думаете. Все легко. Объясняется. Тем временем фражики прибавляются. Тиммейт, опять же, на доедании. Интересно, если Ягуар пойдет в Макдональд с тиммейтом, то получается, короче, сначала хавает Ягуар. Потом вот то, что он не доел. Он дает и хавает тиммейт. Но зато в соло оплачивает чек. Так что тут, как вы знаете ли. Какая тема. Еще одного мегапрофессионала забирает. Опять же, божественная стрельба, божественная война. Был очень сложный соперник, мы только что видели. Вот здесь неплохо даже пострелял. Но что-то какие-то терминаторы попались. Так, с Юмпика. О-о-о. Это что за... Это что за местный мачо? Вы видели? Он пытался с мини-14 пострелять по тачке, которая едет к нему впритык. Ну, как бы, за попытку лайк. А так вообще, ну, нормально. Так, а сколько там обещано? 38 убийств, да? Ну, даже возможно, кстати. Или там опять в складчину. Там еще сколько-то будет у тиммейта. Ну, 27 есть. 27 как бы, почти 38, в принципе. Тоже, если что, всегда можно сказать, что это одни и те же цифры. Но еще есть топ-10, то есть 8 человек. Прошу не забывать. Так, новое мега-оружие, которое очень полезное. Которое вообще просто заслуживает не просто того, чтобы быть в дропе, а чтобы оно было как-то еще ограничено, лимитировано, потому что оно слишком сильное. Оно не убивает с одного выстрема. Естественно. Так, поменяли. Что-то оружие. Ягуар теперь стал турелькой. Опасная. Опасная игра. Самое неудобное такое место. Знаете, если к вам подходит девушка, как бы, и говорит, я люблю опасных парней, вы можете ей сказать, что вот я езжу во втором сидении на баге. И она, как бы, вам тут же отдастся, потому что, ну, нет более опасного парня, который ездит на этой позиции. Так, опять же, пошел такой вот открытый файт. Тиммейт, естественно, смог не накинет, чтобы вот тут вот ягуар не танцевал. Вот, потому что, ну, зачем? Это все, это все херня. Вот, надо просто стоять, ждать. Да, вот, выпрыгнуть, выбежать в опен. Так. О, ни хрена себе! Он додумался. Ну, как я и говорил, тиммейт немножечко, это, задерживается, так сказать. О, и соперник еще и кинул гранатку. Все, друзья мои. Ягуар откисает. Два фрага у тиммейта. Вот это профессионал. Так, ну, это бы... Зато какие! Какие два фрага! Сейчас, похоже, что будет еще и третий. Да, вот он, он выбегает на своего врага. И плачет о потерянном друге. Просто максимальнейше страдает. И горюет тем, что вот он вышел в поле. Его не убили. Ну да. Но бывает. Сопернику просто что-то в глаз попало. Он в прицел не прицелился. Так, ой-ой-ой. Так, подожди. А я не понял, почему... Почему тиммейт знает некоторые фишки, которые не знает Ягуар? Это что такое? Может быть, мы не за тем смотрим? Может быть, нам нужен кто-то другой. Гляньте, он и про гранаты слышал! Не понял. Как так бывает? Ладненько. Тиммейт-то, оказывается, непростой. Явно не проплаченный. Явно не на подсосе. Мы же видим, что лучше. Гляньте, он даже... А! Рона, соперник. Почему он не убил его кулаками, раз-то тоже пошло? Ну, типа... Ну, если они позволяют... Почему нет? А... Понял. Не повезло, наверное, скажет он. Это ни в коем случае, друзья мои, не ошибка. Нет-нет-нет. Не нужно было сыграть по-другому. Просто... Просто невезение. Ну, такое бывает. У профессионалов особенно. Ну, что же, друзья мои. Я надеюсь, данный видос вам понравился. По-моему, просто охренительный. Ягуар, как всегда, красавчик. Как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи, добра. Я напоминаю, что я каждый день стремлю на Твиче. И безумно буду рад вас там видеть. Поэтому приходите. Ссылочка есть в описании. Жду с распростертыми объятиями. Ну, и всего вам наилучшего. До новых встреч. И следующее видео уже совсем скоро.